Однажды один человек позвонил шейху Ибн Базу, и сказал, у меня больной брат, и мы хотим, чтобы ты почитал на него Рукья. Шейх сказал, пусть сам себе читает, или же вы сами читайте на него. Тогда тот сказал, шейх, мы же не ученые. И нет условия, шейх сказал, чтобы Рукья читалась тем, кто является ученым. Тогда тот парень сказал, но мы же Куран наизусть не знаем. Однако не является условием для того, чтобы читал человек Рукья, чтобы он был тем, кто знает весь Куран наизусть. Когда шейх Ибн Базу спросил у него, а ты Фатиху знаешь наизусть? Каждый же мусульман знает Фатиху наизусть. Он говорит, пусть он сам себе Фатиху читает, и вы читаете на него Фатиха. Суру Фатиха, который пророк Саусалим назвал Рукьей. Тогда тот говорит, о шейх, мы, говорит, читали на него. И он каким был, в каком состоянии был, в таком и остался, то есть больным. И шейх сказал, все равно продолжайте, и он выздоровеет за звание Аллах. Поэтому эти ученые, эти имамы, они, Барак-Лауфикум, желали связать создание с создателем. Они не поступали так, как поступают некоторые люди. Начинает заниматься, то есть берет себе специальный, специальный чтец на людей во время болезни. То есть начинает продавать мед для этого и тому подобное лекарство. Ничего подобного праведные предшественники не делают. Я, допустим, если посетил какого-то больного, увидел, что он болен, мне надо просто почитать на него. Что касается того, что некоторые люди себе берут как вид профессии, чтение на людей, больных, рухья и так далее, ничего подобного не пришло ни от пророка, ни от праведных предшественников.